Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс и оставляйте вопросы, если они у вас есть, в секции с комментариями. Также напоминаю, что сегодня, поскольку понедельник, традиционно для этого дня состоится вебинар «Правильный понедельник», который пройдет в 16.00 по московскому времени. И в нашем телеграм-канале, на который я рассчитываю, вы уже подписались, в течение дня в нем пройдет голосование по той теме, которую мы сегодня разберем, теме, которая будет выбрана в качестве центральной в ходе моего сегодняшнего выступления. Ну что ж, мы эту неделю начинаем с двух важных событий. Это заказы на товары длительного пользования в США и выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард. По поводу заказов на товары длительного пользования. Много раз уже отмечал, друзья, что поскольку на данный момент времени очень многие участники рынка переживают за то, что американская экономика постепенно сползает в рецессию, очень важно сейчас искать признаки этой рецессии в опубликуемой макроэкономической статистике, потому что каждый отчет – это частичка пазла, общей картины того, что сейчас происходит с американской экономикой. Мы долгое время следим за индексом американской валюты. Сейчас котировки 103.75. И, собственно, как и неделю назад, как более ранний период времени, который я рассматривал, то есть прогнозы прошлых недель, я по-прежнему уверен, что индекс доллара заряжен на рост. У нас в прошлой неделе тянется риторика Паула во время его выступления в Конгрессе перед Сенатом и Палатой представителей. Напомню, что по тезисам самое главное, что нужно было для себя уяснить вот на данный момент, то, что Паул и, скажем так, американские регуляторы прекрасно осознают риски того, что повышение процентной ставки постепенно увеличивает вероятность того, что американская экономика окажется в рецессии. Но даже осознавая эти риски, Федрезерв не может позволить себе на текущем этапе просто опустить руки и ничего не делать. То есть, даже несмотря на риск и высокую вероятность рецессии, Федрезерв будет и дальше бороться с зашкаливающей инфляцией, будет и дальше повышать процентную ставку. Поэтому после выступления Паула в Конгрессе мы еще больше уверились, скажем так, в том, что американский регулятор поднимет ставку по итогам июльского заседания. Оно состоится 20 июля, друзья. Снова на 75 базисных пунктов. Но со своей стороны хочу отметить, что если июньские цифры по индексу потребительских цен, они точно выйдут до 20 июля, покажут нам, что инфляция в Штатах достигла нового многолетнего максимума, то тогда я вполне допускаю, что Федрезерв снова сделает ход конем и удивит, возможно, рынки более агрессивным подходом и настроем в плане ужесточения монетарной политики. Повысить ставку сразу не на 75 базисных пунктов, а на 1%. Ну, в целом, дорожная карта о повышении ставки остается прежней. Я склонен полагать, что помимо июльского заседания повышение ставок будут еще в сентябре-ноябре, возможно, на 50 базисных пунктов. И под конец года также будет еще повышение ставки, в результате чего уровень нейтральной процентной ставки к концу года достигнет практически 4%. Напоминаю, что два месяца назад участники рынка были на 100% уверены в том, что уровень нейтральной процентной ставки находится где-то в районе 3%. Но сейчас эти ожидания очень сильно меняются. Поэтому, возвращаясь к доллару, я еще раз подчеркиваю, друзья, то, что американская валюта не просто так, индекс американский доллар, не просто так находится на многолетних максимумах. Это как раз и есть закладывание в курс рыночных ожиданий, что Федрезерв будет агрессивен в плане разгона ключевой процентной ставки. Не забывайте также про то, что доллар остается основным защитным активом на финансовых рынках. Если мы с вами уйдем все-таки более глубоко в плоскости темы того, что рецессия неизбежна, тоже можно развить эту тему на то, что рецессия будет характерна не только для американской экономики, но и для всей мировой экономики. Потому что с проблемой высокой инфляции столкнулись все страны мира. И так же, как и Федрезерв, все страны мира и регуляторы, которые стоят за региональными, скажем так, экономиками, они тоже задействуют те же самые инструменты. Повышают процентные ставки и проводят программу количественного ужесточения. Антоним программа количественного смягчения. Поэтому, если рецессию действительно не избежать, и она наступит либо в конце этого года, либо в начале следующего, то тогда спрос на доллар, он тоже вырастет, друзья. Потому что альтернативы доллару на финансовых рынках сейчас попросту нет. Можно было бы поспорить, не является ли это альтернативой, например, японской валюты. Но нет, не является. Если бы Банк Японии сейчас тоже бы вступил в эту гонку ужесточения монетарной политики, отказался от экономических стимулов и делал все, чтобы замедлить темпы роста индексов потребительских цен, то есть тоже повышал процентную ставку и начал бы сокращать программу количественного смягчения, то тогда я бы предположил, что, возможно, иена опередит в плане лидерских качеств долг. Но поскольку Банк Японии не отказывается от мер экономического стимулирования, конкурентов у доллара нет. Отсюда снова делаем вывод, что более надежного, более защитного и на перспективу привлекательного и интересного инструмента рынка Форекс, чем доллар сейчас не найти. По индексу доллара, повторяю, что цели наши неизменные. Ждем пробоя сопротивления 105 пунктов и последующего роста к отметке 107-108 пунктов, где сосредоточены цели многих инвестиционных банков. Что касается пары доллар-иены, чтобы не повторяться сейчас, я думаю, что вы уловили уже факт очевидного контраста монетарных политик. Я всю прошлую неделю об этом говорил, повторяться, опять же, не очень хочется. 134,74 пункта в моменте, мы видим цели 137 и выше, это причем каткосрочные цели. Я думаю, что очень скоро, возможно, даже в перспективе нескольких недель мы сможем их достичь. По золоту ставка в лонг сохраняется. Сегодня было с открытием с гэпом 1834 доллара за тройскую унцию. Ожидание движения выше 1850 к той цели, которую мы обозначили раньше, на отметке 1880-1890. Рынок нефти почти 110 долларов за баррель. Факторы роста нефтянки 1, 2, 3, 4, 5 – это ограниченное предложение и дефицит. Сейчас действительно интересная ситуация на рынке черного золота. По сути, это борьба трейдеров, тех трейдеров, которые сейчас копаются в фундаментальных данных и видят очень много признаков рецессии, поэтому считают, что замедление последующей экономики негативно отразится на спросе. Это, соответственно, те трейдеры, которые полагают, что нефть будет снижаться. И другой лагерь трейдеров я себя, пожалуй, отношу к нему, которые делают больше акцент на недостаток предложения. И вот этот дефицит, по моему взгляду, останется основной движущей силой тоже на ближайшее время. На этой неделе ждем заседания технического комитета ОПЕК. Интересно будет посмотреть, что они думают по ситуации со спросом и предложением. Но полагают, что это фундаментальный фон, фактор события, который сможет усилить восходящую динамику и отправить бренд выше 110 долларов за баррель. По другим финансовым активам европейская валюта против доллара 1,0563, индексы производственной активности, индекс бизнеса оптимизма IFO, которые вышли на прошлой неделе, еще раз подтвердили нам, что экономика ЕС в одном шаге от рецессии. И она, по сути, уже неизбежна. Потому что цены на топливо на европейском рынке растут, может быть, даже активнее, чем где бы то ни было. Но повышение цен на топливо – это фактически знака равно повышения тарифов на электроэнергию. Это то, что будет раскрочивать инфляцию. И что делает Европейский центральный банк? Да, они уже анонсировали, что ставка будет повышена. Но судите сами, друзья, ставка по репозитам сейчас минус 0,5%. Если ее повысят по итогам июльского заседания, 21 июля, кстати, на 25 базисных пунктов, то она все равно останется на отрицательной территории. И даже если, опять же, к концу года Европейский центральный банк каким-то чудом еще созреет на повышение ставки по итогам трех заседаний еще на 0,75% и, соответственно, 75 базисных пунктов, то ставка все равно в лучшем случае будет в районе 0,5%, в то время как ставка в США будет находиться уже ближе к 4%. Я не вижу шансов у евро, чтобы существенно превысить отметку 1,07-1,08% и думаю, что даже до туда евро не дойдет. Поэтому держу, собственно, короткие позиции, как и раньше. Доллар канадец 1,2871. Давайте посмотрим за рынком нефти. Если бренд сохранит восходящую динамику сегодня-завтра, то, возможно, найдем точку входа для короткой позиции. И американский фондовый рынок по-прежнему шорт в приоритете. Я думаю, что рост вряд ли продолжится дальше, потому что слишком уж велик навес и давление риска рецессии, который в любой момент может вернуть на рынок продавцов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!